Робко-робко было произнесено, а что если вот после Скорлатова, Титова, Калашникова возникнет Ядринцева? И он возник. Не воочию, конечно, на бумаге, но с максимальной полнотой и качеством раскрытия темы. Подобная объемная биография о Николае Ядринцеве не выходила более века. С тех пор появилось множество интересных сведений о его научной, политической, литературной и этнографической деятельности. Освежить память о великом исследователе Сибири решил доктор филологических наук Сергей Монсков. Один из авторов книги. Ну вот когда вышла книга «Сибирь как колония», был большой читательский резонанс, потому что в Барнауле она до этого не выходила. Книга Ядринцева. И когда поняли, что эта фигура для Алтая значимая, авторитетная и без нее очень сложно, вольно или невольно возникла необходимость создания этой книги. Создавали книгу около двух с половиной лет. Особенность произведения в том, что его собирали трое ученых. Филолог Сергей Монсков вплотную осветил тему создания областной газеты «Восточное обозрение» и литературные достижения Ядринцева. Философ Александр Головинов рассмотрел политические и правовые идеи. А историк Вячеслав Должиков и вовсе погрузился в архивы Санкт-Петербурга, чтобы найти сведения о создании первого университета в Азиатской части России и о путешествиях по Алтаю и Монголии. И вторая важная еще научная заслуга, как археолога, это установление локации, локуса, точного расположения Каркарума, то есть столицы тюркских и монгольских государств древних. Общий тираж – 2500 экземпляров. Этого хватит, чтобы произведение попало во все библиотеки и школы Алтайского края. Отметим, несмотря на то, что книга уже закончена, авторы продолжают собирать сведения о Ядринцеве. Ведь, как они говорят, он – личность мирового масштаба, которая оставила большое наследие для Алтая. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...